Знакомство с культурой армянского народа начинается с национальной кухни. Одно из коронных блюд – женьялов хац. В переводе с армянского – хлеб с травами. Тесто самое простое – мука, вода, соль и растительное масло. Само блюдо испокон веков уже готовится во всех наших семьях. Считается простым блюдом, потому что его готовили в деревнях по весне, в основном, когда трава и зелень только начинала прорастать. Готовят блюда обычно большими порциями. В начинку может входить до 20 трав. Но по-настоящему обязательными считаются только две разновидности зелени – кацмадзук и ханзмадзук. Правда, растут они исключительно в Армении. В России иногда их заменяют петрушкой и кинзой. После того, как мы раскатали лепешку, нам нужно будет добавить нашу начинку, в которой разная смесь зелени. Мы ее добавляем в середину лепешки, немножечко солим именно эту часть и совсем немножечко добавляем растительного масла. Затем начинаем собирать нашу лепешку с середины. Армянские кулинарные традиции берут начало в глубокой древности. И каждая губерния имела свои способы приготовления продукта и, можно даже сказать, свое направление в культуру. И таразы свои. Мы сегодня хотим, молодежь, которая растет здесь, чтобы они изучали, знали армянскую культуру и армянскую кухню. При поддержке администрации Самары все мероприятия в национальных культурных центрах сейчас проходят онлайн. Так, готовка «Женьгя-Лёвхат» транслировалась в интернет. В нынешний 2020 год действительно вся страна столкнулась с пандемией новой коронавирусной инфекции. И в этих условиях необходимо использовать новые методы, новые формы для того, чтобы продолжить ту деятельность по сохранению языка, культуры, национальных традиций, о которой славна наша многонациональная Самара. В Самарской области проживают свыше 20 тысяч представителей армянской национальности. Вот уже 12 лет в городе существует национально-культурная автономия Наири. Здесь учат детей танцевать, петь и читать стихи на родном языке. Мэри Илчан, Василий Калдашов. События.